Друзья, всем привет! Мы снимаем сюжеты на разные темы. Мы снимаем про машины, как купить со скидкой. Мы снимаем сюжеты про кредиты, мы снимаем сюжеты про недвижимость, различные жизненные ситуации. И таким образом мы набрали на канале более 300 тысяч акционеров. Да-да, именно акционеров. Именно так и называю всех тех, кто подписывается на канал на вопрос, а где мои дивиденды? Я спрашиваю тебя, где твои вложения? Вы подписывайтесь на канал, мы делаем полезный и интересный контент. И буквально в тот же день, когда мы перешагнули эту отметку, моя любимая жена, она же оператор, родила мне дочь. И я стал отцом, друзья. Меня можно поздравить, потому что в этой коляске спит моя малышка. Таким образом, у нас сегодня получается праздничный выпуск, в котором я хочу ответить на ряд часто задаваемых вопросов. Вообще, в целом, высказаться касаемо канала, касаемо вас. Что у нас делают, когда происходит праздник? Правильно, готовят что-нибудь вкусное. За приготовление вкусного блюда у нас сегодня будет отвечать угольный гриль от компании Weber. Это модель Master Touch GBS Premium E5770. С грилем я вас познакомлю сегодня подробнее. Я на нем готовил 5 раз. Сегодня будет 6-й. Продукт действительно интересный. Есть что про него рассказать. Что я вам сегодня приготовлю? Как вы думаете, что я придумал? Давайте попробуйте угадать основное блюдо плюс гарнир. Друзья, у нас сегодня будет целиковая курица домашняя. Буквально утром она приехала, подготовлена, замаринована по стандартному рецепту. Соль, перец, майонезиком чуть-чуть ее сбили. И овощи. Баклажаны, кабачок, морковка для того, чтобы можно было тоже запечь. Почему это блюдо? Казалось бы, на этом гриле можно приготовить что-то более серьезное. Мясо, стейки, ребра, любое блюдо. Но, в силу того, что я на нем готовлю 5 раз, мне хочется понять, насколько получится вкусно простое блюдо. Домашняя курица, каждый из вас ее ел. Поэтому мы сегодня посмотрим, снимем пробу и я вам скажу, какая разница получается при приготовлении простого блюда, но на гриле. И не отходя от кассы, я хочу ответить на первый вопрос. Почему я снимаю на разные темы? Очень часто встречался этот комментарий, ведь я же подписался на Мазду. Я подписался на скидки. Друзья, объясню. В первую очередь, я вообще в целом люблю снимать про автомобили. Я люблю снимать вообще на любую тему. Любой сюжет, который вы видите на канале, я его делаю с душой. Вот я иду по улице, и он, наверное, раз в голову что-то придет, я думаю, так, интересно было бы снять вот про это. Кто-то из вас напишет в комментарии, либо в личные сообщения, а сними про то. Раз, развиваем тему и снимаем. Поэтому я вас хочу попросить. Все вы люди взрослые, я вижу статистику канала, я знаю, что вы от 25 лет и старше. Соответственно, когда выходит ролик, вы видите заголовок. Если он вам интересен, кликайте, заходите, смотрите. Если он вам не интересен, пропускайте и ждите новый ролик. В любом случае, если вы посмотрите комментарии, под любым роликом есть люди, которым нравится эта тема. Поэтому я стараюсь угодить всем и снимать на разные сюжеты. Вот этот гриль у меня появился буквально месяц назад, когда мы снимали первый видеоролик про дом. Когда я показывал этот участок, многие говорили, вот сюда бы неплохо поставить как раз-таки гриль, чтобы вечером что-то пожарить, наслаждаться видом. И вот вам, пожалуйста, друзья, он сам сюда приехал. Давайте я вам сейчас сделаю кратенький на него обзор от первого лица, расскажу, в чем его крутость. После чего мы засыпем угли, поставим их на рожек и перейдем к другим темам. Собрать этот гриль дело 20, ну максимум 30 минут. Самое главное, не откладывайте инструкцию. Вот я ее достал, посмотрел и просто согласно инструкции, реально собираешь его очень быстро. Потому что, ну по сути, это современный конструктор. Тут вставил, там закрутил, все, гриль собран. У нас идут 8-дюймовые пластиковые колеса, которые переживут всех нас с вами. У нас идут ножки, три направляющие, материал облегченный, но действительно очень прочный. Здесь у нас идет дополнительная сетка, на которую мы что-то можем положить. Так, например, вот у нас идет дополнительный аксессуар, который пригодится при приготовлении. Колесики специально сделаны для того, чтобы вам можно было легко его транспортировать. А вот это вот, скажем так, фиксатор, чтобы он у вас никуда не уехал. Золосборник. Ранее у меня никакого гриля не было. Что это такое? Когда вы готовите, у вас идут угли, соответственно, с них потихонечку сыпется зола. И все это попадает вот сюда. Очень удобно сделано, то есть вы собрали и потом выкинули. То есть этот продукт сам по себе от компании Weber все продумано до мелочей. Об этом я вам еще скажу чуть позже. Здесь у нас идут специальный рычаг управления поддувалом. То есть мы можем открыть, чтобы пошел туда жар. То есть также можно закрыть. Эти все сечения сделаны не просто так. Это, скажем так, индикаторы, что на каком этапе открыто. Чтобы понимать, друзья, нужно просто-напросто прочитать инструкцию. Сам по себе гриль стандартный. Имеет сферическую форму. Диаметр сетки для приготовления у нас 57 сантиметров. Материал, конечно же, жароустойчив. И обработан фарфоровой эмалью. Все это сделано для долговечности. Так, например, гарантия на это 10 лет. На некоторые расходники здесь гарантия 2 года. И вот обратите, пожалуйста, внимание на детали. Казалось бы, просто ручка. Здесь у нас специально сделаны петельки для того, чтобы можно было повесить приборы. С помощью которых вы будете готовить, переворачивать ту же самую курочку. Здесь у нас специально сделана отдельная ниша. Нужна она для того, чтобы сюда можно было положить вот такой полезный аксессуар. Нужен он для того, чтобы вы могли вставить, скажем так, иглу в мясо, в стейк, в курицу, в индейку. Ну, в любое блюдо. И могли смотреть, какая внутри нее температура. Вот эта вещь реально очень крутая. То есть, у нее даже есть мобильное приложение, с помощью которого вы, находясь, например, дома, можете смотреть, какая температура в блюде. Некоторые блюда готовятся по 2-3 часа. Сидишь дома и видишь степень приготовления. Стартер, друзья. Вот это вообще крутейшая вещь. Ранее я с такими вещами никогда не был знаком. Вот только благодаря грилю узнал. Что это такое? Можно сказать, это мерный такой стакан, в котором вы разжигаете угли. Засыпаете его сюда. Снизу кладется специальный кубик для разжига. Поджигаете. Все, и здесь угли начинают готовиться. Когда он только приехал ко мне. Гриль в первый день, ну, естественно, нужно его было затестить. Я все сделал. Мы это делали возле дома. Как вы знаете, у меня есть 2 пса. 2 лабая молодых, которые везде суют свой нос. Для того, чтобы они не пострадали, я его накрыл. Сетки не было, он опустился в самый низ. Что получилось? Вот вам, пожалуйста, оплавил ручку. Поэтому учитесь на чужих ошибках. Сразу вам говорю, ни в коем случае нельзя ставить стартер и накрывать крышку полностью. Потому что буквально через 5 минут температура будет адская. И, соответственно, ручка у вас поплавится. И, кстати, для удобства пользования стартером, в силу того, что он потом очень сильно нагреется, существует отдельный аксессуар, как термоперчатки. Одна из самых важных и значимых особенностей этой модели – это вот этот механизм крепления для удержания вот этой крышки. Как правило, все грили, которые вы можете увидеть, ну, чаще всего, крышку снимаешь и держишь ее в руках. Здесь же продумал специальный механизм, с помощью которого вы можете открыть, закрыть крышку, и у вас свободные руки. Сверху у нас идет логотип и идет термометр, чтобы мы могли видеть, какая температура внутри. Также здесь у нас тут специальные технологические отверстия, для того, чтобы их можно было открыть и закрыть, когда мы, например, температуру фиксируем. У нас идет решетка GBS 57 сантиметров. Я бы ее назвал многофункциональной. С трехслойным покрытием, ну, реально долго прослужит. И благодаря съемному вот этому центральному модулю позволяет использовать на акриле камень для пиццы. То есть на нем можно приготовить реально пиццу. Можно использовать ростер для курицы, решетку для стейков, корейский вок и чугунную сковороду. Опускаемся ниже. Здесь у нас идут лотки разделителя для угла. Называются они чар-баскет. Специально сделаны для того, чтобы использовать способ приготовления. Есть прямой жар, есть косвенный жар. Вот на нем мы сегодня будем готовить. Здесь у нас будет лежать уголь, здесь и здесь. А это специальная штучка для того, чтобы мы сюда налили воду, и наша курица получилась сочно. Также я добавлю сюда несколько чопиков яблони, для того, чтобы наша курочка стала подкопченной. Ну и, собственно, сама сетка, на которую мы будем выкладывать наши угли. Дальше под ней идет система, так называемая One Touch. Это та самая, которую я вам показывал, когда вы крутите, и туда вниз уходит зола, в тот самый золосборник. Ну и, собственно, ручки для удобства использованы. Сделаны они из нейлона, жароустойчивые. Соответственно, работать с таким аппаратом будет нам комфортно. Что я делаю? Я все выкладываю вот так вот. Здесь у нас, соответственно, будут угли. Здесь у нас будет лежать наша красавица-курочка. И над ней специально у нас будет идти термометр, чтобы мы могли смотреть за температурой. С грилем я вас познакомил. Когда мне его только привезли, я делал сторисы в инстаграме нашего канала. Многие, кто им пользуется, все сказали, вещь крутая. Некоторые присылают такие блюда, что офигеешь. Значит, что мы сейчас будем делать? Будем разжигать. В первую очередь, обратите внимание, оригинальные угольные брикеты горят до трех часов. То есть, действительно, жар будет держать долго. С них мы начнем. Вот такие брикетики получаются. Посмотрите, сколько сыпать? Вот это хороший вопрос, на самом деле. Потому что поначалу вы не поймете. Я засыпаю целиком. Таким образом, можно будет понимать, что в одной пачке хватит на два стартера. То есть, по-хорошему, на два полных приготовления. Тем самым, мы сейчас и курицу приготовим, еще и овощи сделаем. Все. Под завязочку. Раз. Далее. Забудьте вообще про слово разжигающая жидкость. Жидкость для розжига, розжига. Идут специальные кубики. Вот эти кубики, по-хорошему, ну, нужно их использовать два для розжига. На самом деле, хватает одного, тем более в такую погоду. И самое главное, что они практически ничем не воняют. Так вот вживую трогаешь, ну, нюхаешь. Запах есть, но когда вы будете разжигать, постороннего запаха никакого не будет. Это очень важно. Сейчас самое главное, поджечь, дать ему схватиться. Горит хорошо. В принципе, я думаю, с одной спичечки мы справимся. Так, ну, а теперь аккуратно просто накрываем. Все, друзья, процесс пошел. Я думаю, минут через 20 угли будут готовы. Ну, а у нас как раз есть время обсудить другие темы канала. Что с тачками? Где тест-драйвы, где обзоры? Так все делаем, все снимаем. Недавно вышел обзор на Lexus NX200. Только что сняли обзор на Volga интересную. Вы ее посмотрели, думаю, вам понравится. Снимаем на разные темы, на разные автомобили и на другие темы тоже. Я хочу вам только лишь напомнить, что в 2015 году, когда я купил Mazda 6, который начался, собственно, канал, я начал снимать дневники Mazda 6. В один прекрасный день я понял, что если я буду продолжать снимать только про Mazda, вам же это и надоест. Просто, ну, знаете, бывает, сегодня нравится, а завтра, оп, и надоело. Поэтому я решил снимать про другие машины. Тогда это был Nissan Murano. И тогда были люди, которые писали, на каком основании, как ты можешь себе это позволять. Я подписался на Mazda, мне нужно только про Mazda. Но были и другие люди, которые поддерживали, говорили, давай другие темы снимай. Интересно про ту машину с ними, про эту. Суть в чем? Это творчество. И я занимаюсь творчеством. Я снимаю то, что мне интересно. И поэтому многие обзоры у нас только впереди. Сейчас вот только-только закончилась условно пандемия. Я стал отцом. На секундочку все дымит. Дочка уже дома. Чтобы вы понимали. Сейчас не совсем много времени свободного, чтобы я мог передвигаться, брать машины по дилерам. Но в любом случае будем стараться, будем делать на это лето. Очень много планов. И я думаю, мы с вами еще выстрелим. И, кстати, обратите внимание, вот вы просто посмотрите статистику просмотров по машинам. То, что мы снимаем. И статистики там про дома, про недвижимость, какие-то сюжеты жизненные, про такси, про каршеринг. Они набирают гораздо больше просмотров, больше комментариев, больше лайков, дизлайков. Ну, в общем, вам они заходят куда более интересно. И самое главное, у YouTube есть такая фишка, как продолжительность просмотра. Это очень важно. Вот там она больше, чем на тест-драйвах. Хотя изначально все подписывались на канал на машины. Я вам напомню, что первые 100 тысяч мы набрали на канале примерно за 3 года. Вторые 100 тысяч мы набрали примерно за 10-11 месяцев. И третьи 100 тысяч, наверное, набрали за полгода. И все это набирается благодаря тому, что мы как раз-таки снимаем на разные темы. Приходит больше и больше людей. Также на канале появляются ролики про банки, кредиты. Как выяснилось, это очень актуально, это очень востребовано. Я снимаю, просмотры есть, обратная связь есть, людям интересно. Сейчас мы планируем сделать несколько интересных роликов, где прям поэтапно рассказать, как правильно купить квартиру, как правильно купить дом. В общем, любую недвижимость. Куда смотреть, где самые частые обманы. Чтобы вы посмотрели один ролик, пусть он будет длиной 30 минут, но человек с опытом рассказал прям все нюансы, чтобы у вас не оставалось вопросов. Для этого мне нужен хороший проверенный человек. У меня такой есть. Ранее пытался найти его там среди канала, но тяжелее, потому что люди дают контакты. Звонишь кто-то, не может еще что-то. Здесь же вот под боком есть человек, который 20 лет этим занимается. Поймите, стараясь сделать сюжеты, не чтобы вас развлечь. Есть на ютубе куча каналов, где там и про шутки, и прибаутки и так далее. Я же стараюсь снять что-то такое, чтобы ты посмотрел, вроде бы и легко, и в тот же момент узнал для себя что-то новое. Раз у нас сегодня праздничный выпуск, и мы готовим еду, какие у меня любимые блюда? Человек пишет, вот вообще, а что ты любишь съесть? На самом деле, я, скажем так, всеядный, ем все подряд, но самое любимое для меня это морепродукты. Люблю какие-нибудь креветочки и все, что с этим связано. Рыбу какую-нибудь интересную люблю. Люблю стейки, конечно, тоже какой-нибудь хорошо обжаренный стейк, сочный. Это вкусно, но при этом без проблем ем обычную еду, там, гречку. Ну, то же самое, что ест каждый из вас. Курица, это вообще любимое блюдо детства, поэтому вот такие предпочтения. Очень часто спрашивают про мой дополнительный доход в виде услуг подбора новых автомобилей. Как это происходит, где этому научился, как стать тоже там подборщиком новых автомобилей. Друзья, все это происходило постепенно, поэтапно. Когда я купил Мазду 6, я помню, отвечая кому-то в комментариях, написал, что мне машину продали со скидкой. На что мне человек написал, что машину со скидкой официального дилера, да ты что, ее на рынке покупал? Ну, я ему отвечаю, ну, как бы рынок, это по сути то же самое. Есть товар, есть продавец, можно устроить торг. И тогда мне стало интересно, я снял ролик, это было как раз уже более 5 лет назад, ну, плюс-минус, где я прям поэтапно рассказал, как я покупал машину, как я торговался. Там кто-то написал, что а вот можно еще так-то, так-то покупать машину. И вот таким образом постепенно-постепенно я снимал и рассказывал. В 2017 году, когда я брал кредиты вот на этот замечательный дом, как вы помните, меня в Альфа-банке сначала кинули в силу того, что я не знал, что читать, куда смотреть. И не понимал, что вот так вот легко среди белых дня могут с кредитом обмануть, когда ты вроде бы находишься в центре Москвы. Изучил полностью вопрос, вот мне вкинули тогда страховку жизни 264 тысячи. Напоминаю вам, спустя полгода я вернул 234 тысячи рублей за неиспользованный период. Я вернул все деньги без суда. Таких историй в нашей стране я не знаю, но я таких историй больше не слышал, чтобы через полгода вернули. На тот момент период охлаждения был всего 5 дней, сегодня он 14. Далее. Изучив этот вопрос с кредитами, я начал рассказывать о том, как людей обманывают с кредитами в автосалонах, потому что видев все это, как это происходит, я просто так же был в шоке. Мне было интересно, я хотел с этим вами поделиться. В один прекрасный день, в 2018 году, мне позвонил человек и сказал, слушай, вот ты снимаешь, рассказываешь, раз ты в этом разбираешься, помоги мне купить машину. Я ему назвал 10 тысяч рублей, он согласился, и мы начали искать ему автомобили. Получилось так, что он хотел купить себе Ауди А4, которая по рознице стоила там 3 миллиона с чем-то рублей. Это была квадра 190 сил дизель с внешним и внутренним S-лайном. Плюс-минус какие-то там еще допы были, но уже точно не вспомню. Факт в том, что за наличку тогда мы купили ему машину за минус 1 миллион рублей. Она даже есть на канале, я снимал тогда на нее обзор, рассказывал, как это все произошло, пришло больше народа. И вот так вот потихонечку, потихонечку люди обращались все чаще и чаще. Я создал сайт и начал на этом зарабатывать. Некоторые задают вопросом, а зачем вообще ты нужен, когда можно прийти самому купить машины? Парни, вот здесь внимание, все те ролики, которые выходят на канале, как раз для этого и сделаны. Они все абсолютно для вас бесплатны. Вы можете посмотреть, изучить их и более того, вы так и делаете. Пишите потом мне о том, что изучили, пришли, купили нас тут-то, тут-то, хотели обмануть, мы отбились. Вот, все довольны. Вы смотрите, вы получаете свою выгоду, вы получаете знания и всем интересно. Я стараюсь это делать, знаете, вот кратко, ну с душой рассказать, чтобы это было легко посмотреть. И таким образом, вот в силу того, что я начал это снимать, рассказывать, что мы вот ту машину купили со скидкой, пятую, десятую. Народ стал обращаться и я сейчас как бы вот этим активно промышляю. Это услуга, это ровно точно так же, как если бы вы отправлялись куда-то отдыхать, вы приходите в турагентство, покупаете путевку, все, разом за вас все сделали, вы полетели. Турагент получает деньги. Вы можете сами купить билет на самолет, снять гостиницу, ну вы понимаете. Таким образом, я оказываю услугу. Люди приходят, какой кредит, чего читать, а трейдин как происходит, а как торг, а вот мне сделали скидку 100 тысяч, а это много, мало. Я этим занимаюсь и я этим сейчас вот так вот зарабатываю. Вот у нас прошло минут 20, угли уже подходят. Еще буквально один вопросик и будем их раскладывать. Вопрос-комментарий, который я также часто встречаю. Блондин, ты постоянно на позитиве, как так удается, всегда улыбаешься, счастливый. Но давайте объективно. Понятное дело, что когда ролик мы снимаем, у меня хорошее настроение, я рассказываю, я улыбаюсь. В жизни, естественно, бывают такие моменты, то что кто-то мне звонит, я отвечаю монотонно. Да, алло, ага, быстро отвечаю. Некоторые думают, а вот, в жизни-то он не такой, в жизни я тоже, как и вы, работаю, тружусь, на чем-то могу сосредоточиться. Сам факт один, что когда я только закончил институт, начал трудиться, зарабатывать денег, встречал первые трудности. Конечно, было больше и нервяков, и стрессов. Сегодня я на все стараюсь смотреть с легкостью, с позитивом. Но факт в том, что сегодня мне удается зарабатывать. Давайте говорить откровенно. Когда есть хоть какой-то хороший доход, ты на многие проблемы смотришь с легкостью. Сегодня заплатил кредиты за июль, то есть могу спать спокойно, дочка в комнате спит, жена накормлена, родители все сыты. Криль стоит, сейчас будем жарить курочку. О чем нервничать? На что нервничать? Зачем? Поэтому, когда вы общаетесь в кругу, если вы там целеустремленные, струдитесь, зарабатываете, стараетесь в этих вот негативщиках в сторону-то двигать. У меня есть знакомые, с которыми сядешь, что у них постоянно то одно не так, то другое, то у этого что-то получается. Вы знаете, есть такие люди, зачем они нужны? Общайтесь лучше с людьми, которые всегда позитивны. И что бы ни происходило в жизни, смотрите на это с хорошей стороны, а не с плохой. И у вас, вот увидите, 100% жизнь заиграет совсем другими красками. Так, ну что, уголетчик наш подошел, и сейчас начинается самый отважный момент. Мы сейчас его, стартер, выбираем в сторону и начинаем готовить нашу площадку для того, чтобы засыпать туда угли. Значит, первым делом я устанавливаю сюда вот этот поддон, в который мы нальем воду. Туда будет капать жир, и, собственно, в закрытом состоянии здесь будет больше курица, получится сочная. Воды нужно налить обязательно. Воды наливаем примерно пол-литра. Брикеты из яблони. Для чего они нам нужны? Ну, для того, чтобы курочку нашу подкоптить. Вот так вот они выглядят. Я возьму их два. Этого будет более чем достаточно. Один в одну, другой в другую. Мы положим их сверху углей. Теперь самое главное, правильно и аккуратно рассыпать угли. Бах! Магия монтажа, уже все сделано. Кстати, если у вас нет термоперчаток, то вот можно щипчиками воспользоваться и аккуратненько эти брикеты раскидать. Что мы делаем сейчас? Сейчас мы ставим сетку. Я накрываю крышкой, чтобы она начинала нагреваться. Бегу домой. Беру масло для того, чтобы смазать сетку. Ну, давайте обо всем по порядку. Ставим, накрываем и бегу. Смазываем. Для чего мы это смазываем? Потому что мы сейчас сюда положим курицу, для того, чтобы она у нас не прилипала. Это важно. Обильно смазали. Можно подсолнечным, можно оливковым. Это уж на вкус и цвет. Я смазываю оливковым. Ну и, собственно, все. Теперь можно загружать нашу курочку. Но прежде чем загружать, мы сейчас кинем по брикету. Вот они, красавчики, уже здесь. Таким образом у нас получится эффект копчения. Все я делаю правильно. Поэтому, друзья, смотрите, как получится вкусно сейчас у дяди Димы. Вот она, наша красавица. Теперь ее главное аккуратненько уложить. Берем ее. Парни, ну вы посмотрите, а! Сейчас все будет красиво. Опачки! И прям посерединке кладем ее. Все, друзья, вот теперь самый отважный момент. Накрываем. Ждем, пока температура станет примерно на отметке 160-170. Закрываем часть. И все. А дальше остается там жать, ну, примерно, я думаю, минут 40. После чего мы сможем уже посмотреть, что там у нас происходит внутри. Кулинарное шоу. Ага, Дмитрий, снимаешь ты про еду. Видимо, прощупываешь почву, будешь делать кулинарное шоу. Мы хотели это сделать с моим другом, у меня есть друг, его зовут Никита. Он работает шеф-поваром в одном из московских ресторанов. Фишка в том, что я ему предлагаю, говорю, давай сделаем шоу. Назовем его Ник и Дик снимают пробу. Что мы будем делать? Ты, говорю, шеф, умеешь готовить. Например, я тебя снимаю, как ты что-то делаешь, тебе задаю обывательские вопросы. Как, что это происходит, зачем мы это добавляем. А после чего мы, например, готовим и снимаем пробу. Смотрим, что из этого получилось. На самом деле, с юморком, потому что он человек очень юморной, и мы бы могли бы там раскачать так, что, возможно, это получилось бы очень смешно. Нужно снять, на самом деле, пилотный выпуск. Вы посмотрите и скажете, оно или не оно. Если нафиг, ну, значит, нафиг. А вдруг понравится. Часто приходит вопрос, касаемый YouTube, съемочного оборудования. Вообще, каково это сегодня вести канал? Сложно, несложно. Когда начинал, какая-то разница есть. Друзья, разница просто колоссальная. Вот пять лет назад, когда мы начинали снимать, мы снимали просто на УГО УПРО. Да, все трясется, ветер дует и норм. В общем, пошел домой, снял, смонтировал за 20 минут, выложил на канал, все, не заморачиваешься. И потихоньку были и просмотры, и народ рос. Сегодня, для того, чтобы снять вот этот сюжет, я один день выжидал погоду хорошую, чтобы солнечная была. Второй день я снимал перебивки. Третий день снимаешь коптером тоже пораньше утром, чтобы разные кадры можно было собрать. Сейчас мы снимаем с одной камеры. Параллельно я снимаю с другой камеры. Мне приходит, периодически помогает жена, да, снимает меня как оператор, потому что нужно сделать хорошую картинку. Ты следишь за звуком, за всем этим нужно следить. И ты понимаешь одно, что если делать как раньше, вот это все трясется, это не то. Вам приятнее смотреть. Вы сидите дома, включаете телевизор, как бы хорошая картинка, хороший звук, это важно. Поэтому все те, кто хотят сегодня ворваться на YouTube, готовьтесь. Это очень сложно. Но и в целом самое главное, да, подчеркиваю, вот на полном серьезе говорю, все делаю с душой. Вот нет ни разу там ни одного сюжета, который я бы не хотел снимать, чтобы мне нужно снимать, а мне вот не охота. Все охота, кайфую по полной программе. Вопрос касаемо образования. Пишут молодые ребята, мол, а на кого-то учился, посоветуй в вуз или вообще в целом расскажу, у тебя речь поставлена, ты вот снимаешь какие-то идеи, придумаешь. Друзья, значит, смотрите, учился я на факультете рекламы в Москве, в московский вуз заканчивал. Сам факт того, что когда я закончил вуз, я вышел, такое ощущение, как будто, знаешь, вот ты как вот ребенок выходишь, не понимаешь, в какую сторону тебе идти. У нас в вузе учат книжки читать, какие-то кейсы разрабатывают. На предприятии произошел кризис, что вы будете делать? И ты сидишь там, что-то сочиняешь, тебе вот, да, правильно. В жизни ты приходишь совсем все по-другому. Вы это знаете лучше меня. Соответственно, единственный минус образования в России, вот лично на мой взгляд, нас не учат зарабатывать деньги. Вот если бы я был преподавателем, а я одно время был преподавателем, совсем другая история, я бы проводил учебу по следующему принципу. Вот даешь человеку тысячу рублей и говоришь, думай, в течение недели ты должен придумать, как из этой тысячи сделать две. И реально прийти там с двумя тысячами, условно. Пожалуйста, человек там, студент, там, начинает мозгами шевелить, он начинает уже думать, как именно заработать. А не так, что тебя учат, 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 а потом ты приходишь на работу, тебе сказали, сделай то, 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 ты сделал все, день закончился, у тебя как бы голова отключается. Самое главное, придумывать, генерировать, чтобы вы не были ни на ком подвязаны, чтобы все идеи, которые вы там думаете, вы могли монетизировать, зарабатывать на них. Вот это круто, согласитесь. Нежели чем вот люди, у меня есть знакомые, там, по три образования, они вот им уже по 35 лет, они все учатся, 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 а зарплата оставляет желать лучшего. Поэтому, когда вы выбираете вуз, самое главное, идти туда, где вам будет нравиться учиться, заниматься тем, что вам нравится. Ну и самое главное, старайтесь в первую очередь думать, как заработать денег. Понимаете, да? Я зарабатываю должен сам своими мозгами, а не дядя Вася должен тебе говорить, куда что нажать, куда пойти. Вот такая картина, друзья, у нас получается. Снимаю на разные темы, канал растет, я действительно стараюсь, вкладываю душу, как уже неоднократно сказал. Читаю ваши комментарии, по вашим комментариям было снято очень много роликов. Каждому из вас отвечаю, тем самым большая часть из вас говорит мне спасибо. Ну и, конечно же, всегда встречается и хамство, и конструктивная критика. Кому-то что-то не понравилось, там дизлайк поставил, описался. Поймите правильно, дизлайк, лайк, это по-быстрому выставляете ваше мнение, нравится, не нравится. Комментарий, он может быть хорошим, может быть плохим, поэтому пишите, я всегда на все смотрю с позитивом. Ну что, друзья, прошло 50 минут, наступает момент Х, у нас температура, как и положено, 170 градусов. Дико интересно, что там под крышкой. На самом деле, очень сильно волнуюсь, потому что первый раз я готовлю курицу целиком, вот так вот на косвенном жаре, прям вообще интересно. Есть ли там сейчас что-то черное, я буду в шоке. Раз, два, три. Опа-на, парни, не, ну на самом деле, смотри-ка, вот так вот, чисто прям с корочкой получилось, подзажарилось. Вот это круто, вот это неплохо. Как раз вот этот вот цвет получается, в силу того, что она подкоптилась. Вот местами у нас здесь чуть-чуть подгорело, получается, нет? Вот, посмотрите, парни, вот это то, что нужно, это прям чисто зажаренная курочка. У-ху-ху, нифига себе! Так, ну смотрите, по идее она отчасти готова, мы дадим ей полежать еще 10 минут, чтобы у нас все было как положено, и после будем ее доставать. И добавлю, что тем, кто не умеет готовить, кто хочет, но не получается, друзья, вот, две книги, философия гриля, лучшая идея, это вот реально очень полезные книжки, вы сразу поймете, как вообще грилем пользоваться, сколько углей сыпать, в общем, все тонкости, вот человек расписал, смотри, а, читать, не перечитать, очень полезная информация. Ну все, друзья, час пролетел незаметно, самое время забрать нашу курочку, и дать ей немножко отдохнуть. Аромат просто бомба, я вот сейчас ее щипчиками взял, она прям такая хрустящая появилась, корочка, ну реально круто. Что нужно сделать? Нужно сейчас ее накрыть фольгой, и буквально, чтобы она минут 5-10 еще отдохнула, и потом можно будет снимать пробу. Делается это элементарно. Оп, у нас есть хорошая фольга, как раз кусочек остался для того, чтобы ее накрыть. Уже собаки пришли на запах, я знаю, вы хотите этого. Так, ну а сейчас мы возьмем наши овощи, докинем их на гриль, чтобы как раз использовать оставшийся жар, и я думаю, минут 15-20, и они будут готовы. Вот так вот я по бокам все разложил, жар еще хороший, я накрыл крышку, посмотрел, прямо если открыть заслонки, то температура поднимается 200 градусов, здесь можно сделать морковку, вообще всегда было просто интересно, целиком морковку запечь, посмотреть вкус, это будет невкусно. Друзья, сил больше нет, нужно снимать пробу. Так, убираем. Первым делом аромат, проверяем. Просто придется вам верить на слово, реально, не пережарено, пахнет очень приятно. Все буду делать тем, что у меня есть. Так, сейчас самое главное, вот скрыть ее, и посмотреть на предмет прожаренности. Блин, ну она просто настолько сочная, е-мое. Друзья, ну пушка вообще, то есть все кусочки мяса, она прям вот, у нее, с нее прям соки текут. Вот поймите, дома приготовить в духовке, это все просто, все вы знаете вкус курицы. А вот попробовать сейчас уличную, с гриля, это вот уже интересно. так, вот этот мы возьмем сейчас кусочек, просто начнем с мяса. Сейчас самое главное, проверить шкурку, не горчит. Серьезно, говорю, не горчит. Это просто нереально. Вы посмотрите, просто мне прям текут соки, вот, прямо мясо все отходит. Ну-ка, скажи свое мнение. Оп, все, забрал. Горячее, пока? В общем, друзья, гриль, это реально крутая вещь, вот так вот праздничная, какая-то атмосфера, выходной день, нужно что-то приготовить, что-то интересное, вещь, купили один раз, на всю жизнь у вас останется, будете готовить, но блюдо получается реально очень вкусно, вот, я даже вот, пробую просто белое мясо, но оно реально сочное, вот, именно то, чего я хотел, чтобы мясо получилось сочное. Достал еще баклажан один, попробовать, вот, на самом деле, реально сочные получаются, вот, я вот так поджарил маленько, они еще, пока готовятся, я их положил в центр, но, просто фишка в том, что баклажан, на самом деле, не так легко приготовить, его легко очень сжечь, пересушить, а вот так вот, под грилем, если правильно расставить жар, получается реально вкусно. снял овощи, в общем, сначала подумал, что кабачок не готов, но он чуть-чуть прям не дошел, у меня вторая половинка есть, просто боюсь испортить, самое главное не передержать, чтобы там ничего не сжечь. Друзья, все реально получается очень вкусно, готовить легко, поэтому здесь мы, наверное, подводим итог того, что ролик у нас получился праздничным, ничего, плохо получилось, вкусно готовим, интересно, общаемся душевно, хорошая погода, почему нет, я его планирую обязательно выложить в выходной день, чтобы вы дома сидя, там, с комфортом, точно так же могли отдохнуть, посмотреть ролик, получить от него удовольствие. Поэтому, на какую бы тему вы не подписались, продолжайте ожидать ролики на эту тему, потому что они обязательно будут выходить, все, что мы снимаем, я буду стараться делать с регулярной периодичностью, чтобы каждому из вас всегда было на канале, что посмотреть. Всем огромное спасибо, что вы подписываетесь, что вы смотрите, ставите лайки, дизлайки, комментируйте, дайте ваши советы, я буду продолжать снимать дальше больше новых и интересных роликов. На гриль ссылочку на эту модель я оставлю в описании, вдруг кому-то будет интересно. Спасибо вам большое за поддержку, мы продолжаем снимать дальше новые и интересные сюжеты. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok